Привет! В ходе этого урока мы с вами рассмотрим, какие языки программирования существуют, чем они глобально друг от друга отличаются и какой язык стоит учить именно вам. А прежде чем мы продолжим, хочу порекомендовать вам сайт itproger.com. На сайте вы найдете больше информации и домашних заданий. Ссылку на этот урок на сайте я оставлю в описании к этому видео. Возможно, перед этим видео вы думали, что существует где-то 10-20 языков программирования и каждый предназначен для своей определенной сферы. На самом деле в мире насчитывается более 8000 языков программирования и их так много не по причине того, что под каждую сферу нужен свой язык программирования, а по причине того, что разработка языка программирования не является чем-то сверхсложным. Обладая необходимыми знаниями, вы сами можете создать свой язык программирования, который будет принимать определенные команды от пользователя и переводить их в машинный код. Поэтому многими энтузиастами были созданы разнообразные языки. При этом каждый разработчик при создании языка преследует какие-то свои собственные цели. Некоторые стараются облегчить процесс работы с памятью, некоторые стараются максимально эффективно использовать процессоры в компьютере, а некоторые создают язык, чтобы он стал, ну, к примеру, самым сложным языком программирования в мире. Поверьте, и такие тоже у нас есть, и об этом мы еще поговорим в ходе этого видео. Так что языков программирования действительно очень много, и лишь часть из них являются полезными и популярными. Все первоначальные языки программирования были максимально схожи с написанием машинного кода. Вам в буквальном смысле требовалось писать единицы и нули, чтобы вас понял компьютер. И на самом деле, такой подход является наиболее быстрым в плане выполнения, ведь вы напрямую говорите компьютеру, что делать, без всяких посредников, которые транслируют ваш код. Несмотря на быстроту выполнения такого подхода, писать код в подобном ключе очень сложно или практически невозможно. Поэтому каждый новый язык старался добавить именованные действия, что были бы понятны человеку. С течением времени каждый новый язык внедрял все больше понятных человеку команд, и все меньше требовалось прописывать единицы и нули. На сегодня в современных языках программирования вовсе не требуется работать с машинным кодом, а лишь нужно писать синтаксис самого языка. Если откинуть те языки, которые были созданы ради интереса, и откинуть языки, что не являются популярными по ряду причин, устаревший синтаксис, нелогичный подход к написанию кода, сложность языка и так далее, то по итогу у вас останется всего пара десяток языков, которые как раз у всех на слуху, и которые действительно позволяют быстро и качественно выполнить поставленную перед ними задачу. Если взять глобально, то все языки разделяются на низко- и высокоуровневые языки. Низкоуровневые языки быстрее, ведь они прописываются практически сразу в машинный код. К таким языкам можно отнести уже устаревший язык Assembler. Проблемой таких языков является узкая направленность. Вы можете написать программу под один тип процессора, но при переносе на другой вам нужно будет с нуля переписывать программу. Высокоуровневые языки – это почти все современные языки программирования. Они не имеют жесткой зависимости от машины, ведь они основываются на возможностях системы операндов, которые подобны для классов алгоритмов. Проблема только в том, что требуется время на преобразование или же компилирование языка в машинный код. Но этот минус перекрывается плюсами гибкой разработки и относительно легкого в написании кода. Есть и смешанные языки, как например C или же C++. Они считаются высокоуровневыми, но при этом с элементами низкоуровневых языков. Именно по этой причине эти языки так любят, так как их выполнение быстрее, чем у других, но при этом они сложнее, чем другие. А теперь давайте рассмотрим, какие есть сейчас популярные языки программирования и какой язык подходит для каждой отдельной сферы. Начнем мы с вами с наиболее простой для входа сферы – веб-программирование. За счет того, что она проста, то и обилие языков, подходящих для этой сферы, очень большое. В то же время, со стопроцентной уверенностью можно сказать, что здесь вам нужно изучить HTML, CSS, а также JavaScript. HTML и CSS, они позволят вам указать разметку вашего сайта. За счет них будет сказано, что и где должно находиться, а также, какие стили нужно добавить. JavaScript в современном мире можно не любить, но если интересует веб, то знать его необходимо. JavaScript используется на стороне клиента для обработки функций на сайте. Про Node.js мы пока с вами говорить не будем. Так вот, по статистике, JavaScript используется 97% проектов, что требует функционала на стороне клиента. Остальные 3% по той же статистике принадлежат к технологии Flash. Но уверяю вас, это явно какие-то гики, ибо Flash уже давным-давно устарел. Далее нам нужно понять, хотите ли вы делать внешнюю часть сайта, его дизайн, или же хотите разрабатывать серверную часть, работа с базой данных, сервером и так далее. Если интересует внешняя часть, или же другими словами, фронтенд, то тогда вам стоит углубляться в изучение библиотек по типу React.js, Vue.js, Angular и даже jQuery. Его, кстати, все равно еще нужно изучать. Изучив стэк HTML, CSS, JavaScript, а также одну из новомодных библиотек, вы уже сможете работать как фронтенд-разработчик. Если интересует сервер, или же другими словами, бэкэнд, то выбор здесь побольше. По сути, вы можете использовать любой язык, что подходит для работы на стороне сервера. Таковых языков много, от всеми известного PHP и до Ruby, C++, C Sharp и так далее. На самом деле, для работы с сервером подходит очень много языков. Python, Java, JavaScript, PHP, Ruby, Go и еще многие-многие другие. Здесь сложно сказать, что именно вам стоит выбрать, но можно лишь сделать небольшую подсказку. Если хотите быстро начать и не хотите сложных вещей при изучении, то выбирайте PHP. Если интересует красивый синтаксис и относительно простой формат изучения, то Python. Если хотите создавать что-то очень крупное, к примеру, веб-систему для банка, то можно выбирать Java, C++ или, если уж на то пошло, то язык Go. В то же время, если нравится язык JavaScript, то можно и на нем писать, используя технологию Node.js. В общем, выбор тут колоссальный. Я бы рекомендовал посмотреть в сторону PHP, Python или же Java, но такая рекомендация лишь по той причине, что мне они больше понравились по структуре проекта и легкости его создания. Другой же программист скажет, что это чушь, и стоит выбрать, например, тот же Ruby. Тут решать только вам, но какой язык вы бы не выбрали, это не будет проигрышной ситуацией. Разрабатывать игры можно самому, а можно при использовании готовых движков. Если хотите сами разрабатывать игры, то нужен низкоуровневый язык программирования, что будет выполняться максимально быстро. Тут явным лидером являются язык C и C++. В то же время можно встретить разработку игр еще на языке Java. Не рекомендую вам рассматривать другие варианты, ведь если хотите писать все без движка, то установите свой взор либо на C, C++, либо на Java, ну и максимум на языке C Sharp. Если же говорить про игровые движки, то здесь выбор побольше. Для крупных 3D проектов вы можете использовать крупные движки, по типу Unreal Engine или же Cry Engine. Минус в том, что мало по ним документации в сравнении с более популяризированными движками, такими как, например, Unity. Unity можно использовать, если ваши амбиции не столь велики, и вы хотите создать хорошую 2D или 3D игру, которая не будет по графике и механике, как GTA или же Assassin's Creed, а будет что-то попроще. При выборе движка я бы рекомендовал взглянуть на Unreal Engine, для него, кстати, учите язык C++, Unity и язык C Sharp, а также движок Godot и язык Python. Последний очень прост в освоении, и плюс в нем можно писать код, используя синтаксис языка Python. Если вы хотите в будущем разрабатывать приложение под Android, то выбор тут невелик. Вам нужно 100% изучить язык Java, а далее изучить работу внутри специальной среды разработки, Android Studio. Также на будущее стоит изучить язык Kotlin, который является более утонченным языком в сравнении с Java. Многие компании стараются разрабатывать проекты именно на нем, хотя Kotlin на сегодняшний день не является обязательным для изучения. Кроме Java, под Android можно писать и на других языках программирования. Даже тот же самый Python имеет библиотеки, что позволяет это делать. Не могу сказать, что это логично, писать не на Java под Android. Все же Android и Java настолько близки, что лучше не искать других вариантов. iOS-разработчики обладают минимальным выбором языков программирования. Хотите писать под iOS, тогда изучайте язык Swift. Он разработан компанией Apple и на сегодняшний день является наиболее верным вариантом написания программ под iOS. Также есть язык Objective-C, но его даже компания Apple блокирует и говорит больше на нем не писать программ под их устройство. Так что если хотите писать под iOS, то лучше изучайте Swift, а также среду написания программ Xcode. Она, кстати, доступна только для компьютеров Mac. Если хотите создавать ПО для компьютеров, то выбор может быть сделан из нескольких популярных языков. Хотите разрабатывать под систему Windows или Linux, тогда выбирайте между языками C, C++, C Sharp или же Java. Хотите разрабатывать под Mac, тогда выбирайте Swift, Java или же C. Тут все просто. Нужен универсальный язык, тогда выбирайте либо C или C++, либо Java. Нужен язык лишь для разработки под Mac, тогда Swift. Если нужен язык лишь под Windows, тогда можно выбрать C, если не боитесь сложностей, C++, если также не боитесь сложностей, но хотите уровень разработки чуть попроще, C Sharp, если хотите кайфовать от программирования, а на производительность не столь важно, и Java, если нужно разработать проект для одновременно нескольких платформ. Производительность здесь, кстати, тоже будет чуть меньше, нежели в C или C++. Для нейронных сетей можно использовать практически любой язык программирования. Дело в том, что создание нейронных сетей, это по большей части написание алгоритмов, а также математических функций. Такое писать можно на любом языке. В то же время, негласно, язык Python выбран одним из лидеров для этой сферы, ведь он обладает достаточно большим набором библиотек для быстрого создания программ с нейронными сетями. Вам стоит поначалу также выбрать этот язык, хотя в будущем нейронные сети и машинное обучение вы сможете писать хоть на PHP, хоть на JavaScript. Для анализа данных есть специализированные языки программирования, к примеру, R или же Scala. В то же время, поскольку вы только начинаете, то лучше выбрать язык либо Java, либо Python для этой цели. В будущем вы сможете изучить и другой, более специализированный язык, но сперва лучше изучить что-то общепринятое, чтобы позже было проще переключиться на нечто новое. И в этом уроке мы еще давайте затронем тему странных языков программирования. Такие языки были созданы с целью позабавить, а не с практической точки зрения. Как вы уже понимаете из названия, язык явно не претендует на мировую популярность. Язык был разработан еще в 2007 году, и в качестве синтексиса для него был использован сленговый английский и фразы с картинок интернет-мема LOLCAD. По этой причине не стоит гневаться на словечко LOL в названии, которое сегодня никто уже не использует, ведь в 2007 году LOL было вполне в тренде. У языка есть свой сайт, свой интерпретатор, а также своя документация, используя которую можно написать вполне нормальную рабочую программу. Сейчас на экране вы видите пример реальной программы, что по итогу выводит сообщение Hello World на экран. В отличие от прошлого примера, YoptoScript написан нашими ребятами, студентами из Петербургского университета. YoptoScript это язык для настоящих гопников, которые хотят из дворов перебраться в элиту программистов. Структуру языка довольно быстро можно освоить, и уже через пару часов писать в JavaScript подобный код с использованием синтексиса YoptoScript. Кстати, назвать YoptoScript отдельным языком нельзя. Это скриптовый язык, что транслируется специальной библиотекой в JavaScript код. Общий принцип языка построен на измененных частях языка JavaScript. К примеру, вместо слова void используется слово ку-ку, а вместо function — Yopto. У ребят получилось сделать забавный язык. И, кстати, попробовать его в действии и написать свои вполне нормальные программы можно прямиком у них на сайте. Если прошлые языки давали нам надежду их освоить, то язык chicken явно не ставил перед собой такую цель. Ключевых слов здесь немного, только одно. Да, вы правы, это chicken. В каждой строке содержится определенное количество слов chicken и от их числа зависит, какая команда будет выполняться. Тут, чтобы вывести простое Hello World, вам потребуется очень много строк кода. А разобраться в них, скорее всего, сможет лишь один дедуля — полковник Сандерс, основатель KFC. Ему-то точно было известно, как работать с курочками. Язык MailBatch был разработан еще в 1998 году, и главная его цель — это стать самым сложным языком программирования в мире. С этой задачей он справился на ура, и написать хоть что-либо на его основе — невозможная задача. Проблема в том, что язык имеет полностью не структурированный синтаксис. Вы можете в случайном порядке прописать символы, и это может сработать, а может и нет. Забавный факт заключается в том, что первую программу смогли написать лишь через два года после создания языка. Вы думаете, что программу написал сам разработчик языка? Куда уж там. Программа была написана за счет другой программы на языке Lisp. Суть программы была в том, что она перебирала все возможные символы, и по итогу, через два года после создания языка, ей все же удалось создать набор символов, который выводил на экран слова Hello World. Пример кода программы вы можете видеть на экране. Но давайте забудем о нереальных языках и посмотрим на вполне себе нормальный язык программирования — Whitespace. Суть языка в том, что в качестве символов для написания кода используются лишь непечатаемые конструкции, а именно пробел, перевод строки и табуляция. И да, забудьте, что я сказал о нормальном языке. Писать код на Whitespace на самом деле вполне возможно, но как же вы задолбаетесь высматривать, где пробел, а где поставлен таб? Сейчас вы видите пример программы, что выводит Hello World. Вы спросите, не видно кода? Верно, ведь в этом языке весь код невидимый. Классно будет допустить в нем ошибку, правда? BrainPack после просмотра других языков на самом деле не столь уж плохой. На нем действительно можно написать программу, но ваш мозг при этом будет соответствовать названию языка. По языку есть четкая, маленькая документация, следуя ей можно написать полноценную программу. Забавно, что по языку реально выпускают полноценные видеокурсы на YouTube. Язык на самом деле, как бы это глупо не звучало, популярный в своих кругах. Чисто по фану его любят использовать различные гики. Glass это еще один эзотерический язык программирования, созданный в 2005 году. Его структура настолько сложная, что проще показать вам код, а дальше сами разбирайтесь. Например, приведенный участок кода выведет на экран последовательность Fibonacci. Вы же тоже это поняли еще при первом взгляде на этот кусочек кода, правда? Как видите, языков программирования в мире очень много. Какой использовать, решать исключительно вам, отталкиваясь от интересующей вас сферы. В курсе, мы еще рассмотрим с вами много тонкостей по работе с компьютером и по применению языков программирования. У меня же на этом все. Надеюсь, урок вам понравился. Если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать в наши соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok